Необыкновенные особенности пчел Всем известно, какое значение для человеческого организма имеет вещество, производимое пчелами – мед. Но мало кто знает о феноменальных особенностях пчел, вырабатывающих этот ценный продукт. Как известно, источником питания пчел является цветочный нектар. Однако в зимний период он недоступен. По этой причине насекомые производят мед, смешивая собранный нектар со специальными выделениями своего организма и запасают его на зиму. Примечательно, что количество меда, запасаемого пчелами, намного превышает их собственные нужды. Возникает вопрос, почему пчелы не прекращают это необычное производство, которое на первый взгляд кажется лишней тратой времени и энергии? Ответ на вопрос следует искать в упомянутом ваяте внушении пчелы. Как того требует суть их сотворения, пчелы производят мед не только для себя, но и для людей. То есть пчелы, равно как и многие другие живые существа, посвящены служению человеку. Точно так же, как и курица, несущая по меньшей мере одно яйцо в день, несмотря на то, что от этого ей нет никакой пользы. Так же, как и корова, дающая молоко в количестве, намного превышающем потребности ее потомства. Жизнь пчел в улье и производство меда заключает в себе довольно интересную информацию. Давайте ознакомимся с ключевыми особенностями общественной жизни пчел, не вдаваясь в особые детали. Перед пчелами стоят многочисленные задачи, и они разрешают их с превосходной организацией. Влажность воздуха – один из важнейших факторов, обуславливающих высокие защитные качества меда, и поэтому она должна колебаться в строго определенных пределах. В противном случае, мед утратит свои защитные и питательные свойства. Точно так же и температура воздуха в улье должна строго соответствовать 32 градусам по Цельсию, причем на протяжении 10 месяцев года. За все это ответственна специальная вентиляционная группа. В знойный день можно легко пронаблюдать, как пчелы проветривают улей. Вход заполняется пчелами, которые как бы плечом к плечу, собравшись на основании улья, проветривают гнездо своими крыльями. В стандартном улье выход проникающего во внутрь воздуха замедляется, и поэтому внутри гнезда находится вспомогательная группа пчел-вентиляторов, направляющих воздух во все уголки улья. Другая польза вентиляционной системы в защите улья от дыма и прочего загрязнения воздуха. Усилия, затрачиваемые пчелами для сохранения качества меда, не ограничиваются лишь регуляцией влажности и температуры воздуха. В улье действует превосходная санитарная система, первостепенная задача которой – устранение любой среды, благоприятной для размножения бактерий. Основной принцип этой системы заключается в предотвращении попадания в гнездо чужеродных веществ. Для этого у входа в улья постоянно находятся две пчелы-стражницы. Если, несмотря на это, чужеродное тело или насекомое все же проникает, то пчелы сию же минуту мобилизируются для выдворения непрошенного гостя и вскоре выбрасывают его прочь. Для защиты от слишком крупных инородных объектов в действие вступает другой механизм. Пчелы попросту мумифицируют их. Для подобных ситуаций они вырабатывают вещество, называемое прополисом, или иначе пчелиным клеем, с помощью которого они выполняют процесс бальзамирования. Производственным путем добавления специальных выделений к смоле таких деревьев, как сосна, тополь и акация, прополис используется пчелами также и для заделки щелей в стенах улья. Прополис, нанесенный пчелами на трещину, контактирует с воздухом и высыхает, образуя твердую поверхность, способную противостоять любым внешним воздействиям. Пчелы используют это вещество еще во многих своих работах. Здесь напрашивается множество вопросов. В прополисе нет бактерий, что делает его идеальным веществом для бальзамирования. Откуда же пчелам известно об этом? Как пчелы производят вещество, которое можно получить только при наличии определенного уровня знаний химии в лабораторных условиях и с использованием технологии? Как пчелы узнали о том, что мертвое насекомое может вызвать размножение бактерий, и что это можно предотвратить бальзамированием? Очевидно, что пчела не имеет никаких либо знаний в этой области, ни современной лаборатории в своем организме. Пчела – это лишь насекомое величиной в 1-2 сантиметра, и она делает только то, чему научил ее Господь. Я ищу защиты у Аллаха от сатаны. Твой Господь внушил пчеле, воздвигая жилища в горах, на деревьях и в строениях, а потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе. Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, которое приносит людям исцеление. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Придавая форму кусочкам воска, пчелы отстраивают гнездо, в котором может жить и совместно работать до 30 тысяч пчел. Гнездо состоит из восковых сотов, на каждой стороне которых насчитывается сотни маленьких ячеек. Все ячейки имеют совершенно одинаковый размер. Это чудо инженерии. Результат совместной работы – тысяч пчел. Насекомые используют эти ячейки для хранения продовольствия и выращивания потомства. Миллионы лет пчелы строят ячейки сотов в правильной шестиугольной форме. Были найдены окаменелые останки пчел возрастом в 100 миллионов лет. Почему была выбрана, к примеру, не восьмиугольная или, скажем, не пятиугольная геометрическая форма, а именно шестиугольная? Ответ на этот вопрос дают математики. Шестиугольник – наиболее подходящая геометрическая форма для максимально полезного использования единицы площади. Если бы ячейки строились в другой форме, то возникли бы участки, непригодные к использованию. Таким образом, запасалось бы меньшее количество меда, и соты отвечали бы нуждам меньшего количества пчел. При одинаковой глубине, в треугольных или четыреугольных ячейках, можно было бы хранить такое же количество меда, как и в шестиугольных. Однако, среди всех этих геометрических форм, шестиугольник имеет самую короткую окружность. Несмотря на одинаковый объем, количество воска, требуемого для шестиугольных ячеек, меньше того, что требуется для треугольных или четыреугольных. Шестиугольная ячейка – это форма, позволяющая хранить максимальное количество меда при минимальной затрате воска. Конечно же, этот результат, к которому приходит человек после сложных геометрических расчетов, не подсчитан самими пчелами. Эти крошечные существа используют шестиугольную форму только потому, что их обучили, или, сказать иначе, им это внушается Господом. Шестиугольный проект ячеек практичен во многих отношениях. Ячейки соответствуют друг другу и имеют общие стенки. Это, опять-таки, обеспечивает максимальное хранение при минимальной затрате воска. Хотя стенки ячеек чрезвычайно тонки, они способны выдерживать количество меда по весу, превышающее их собственный. Так же, как и в случае с гранями ячеек, пчелы соблюдают принцип экономии и при отстройке донышек. Соты возводятся в виде пласта из двух рядов ячеек, имеющих общее дно. В этом случае возникает проблема точек соединения двух противоположных ячеек. Эта проблема разрешена постройкой оснований ячеек, состоящих из трех спаянных ромбиков. Возведение трех ячеек на одной стороне сота означает одновременное образование донышка ячейки на противоположной. Поскольку основания, составленные из ромбовидных пластинок воска, на дне ячеек, сделанных этим методом, наблюдается углубление к низу. Это означает увеличение объема ячейки и, как следствие, количество запасаемого меда. Другие особенности ячеек Другой момент, учитываемый пчелами при постройке сотов, это наклон ячеек. Ячейки с обеих сторон поднимаются на 13 градусов выше, чтобы они не были полностью параллельны земле. Таким образом, мед не вытекает из них. Во время работы пчелы-работницы, цепляясь друг за дружку, собираются в клубок. Цель – обеспечение необходимой температуры для производства воска. Особые железы в их брюшках вырабатывают прозрачную жидкость, которая выделяется и укрепляет тонкие пластинки воска. С помощью крючков на лапках пчелы собирают воск, из которого затем формируют ячейки, предварительно размягчив их во рту. Скоординированные действия множества пчел позволяют им поддерживать оптимальный для обработки воска уровень температуры. Существует еще одна довольно любопытная деталь. Возведение гнезда начинается с верхней его части и продолжается одновременно в 2 или 3 отдельных ряда вниз. В то время как сотовый пласт расширяется в обе стороны, донышки ячеек, составляющих этот пласт, соединяются. Причем этот процесс осуществляется с такой удивительной гармонией и порядки, что невозможно понять, что соты фактически состоят из 3 отдельных частей. Доли пласта, строительство которых начинается одновременно с различных мест, устроены так совершенно, что несмотря на сотни различных углов в их структуре, они выглядят как единое целое. Для образования подобной структуры пчелам необходимо заранее вычислить расстояние между начальной точки и точками соединения и уже в зависимости от этого рассчитывать размеры ячеек. Точность, с которой тысячи пчел выполняют столь тонкую работу, поразили ученых. Очевидна неправомерность предположения о том, что пчелы самостоятельно решили эту задачу, с которой едва может справиться даже человек. Налицо настолько тонкий расчет и детальная организация, что пчелы не в силах справиться с этим самостоятельно. Так в чем же заключается секрет мастерства этих насекомых? Сторонники теории эволюции ответят, что он заключается в инстинкте. Однако, что же представляет из себя этот инстинкт, координирующий действия тысяч пчел одновременно для выполнения коллективной задачи? Ведь для этого не будет достаточно лишь индивидуального инстинкта, каждой отдельной взятой пчелы, направляющего ее на выполнение столь сложной работы. Здесь также обязательна и согласованность между действиями пчел, поэтому инстинкт, направляющий насекомых, должен исходить из одного и того же центра. Пчелы, что начинают строительство сота с различных точек и завершают эту работу в безупречном виде без каких-либо отклонений в параметрах ячеек, вне всякого сомнения должны принимать инстинктивные сигналы из единого источника. Слово «инстинкт», которое мы использовали в наших рассуждениях, лишь одно из бессмысленных имен, четко определенных в 40-м аяте суры Юсуф. «Я ищу защиты у Аллаха от сатаны». Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого. Сура Юсуф, 40-й аят. Бесполезно настаивать на этих именах в стремлении скрыть столь очевидные факты. Пчелами управляет единственная сила, благодаря чему они успешно справляются с задачей, с которой иначе им и не справиться. Их направляют не какие-то таинственные силы, нареченные ничем не обоснованным термином, как инстинкт, а внушение, как об этом сообщается в суре пчелы. Эти крошечные существа лишь выполняют программу, установленную Аллахом, который сотворил их для определенной миссии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok